Сегодня в нашем издательстве «Место истории» в гостях находятся кандидаты исторических наук Георгий Александрович Малютин. Георгий Александрович, расскажите, пожалуйста, о себе. Здравствуйте. Меня зовут Георгий Малютин. Я закончил Московский государственный областной университет, исторический факультет. На том же факультете я учился в спарамтуре на кафедре истории России средних веков и нового времени. И там же защитил диссертацию по теме «Польский вопрос. Русско-общественная политическая мысль» в 1930-е и начале 60-х годов. Сейчас я являюсь кандидатом исторических наук, работаю в ГАСПИ, это Российский государственный архив социально-политической истории. Георгий Александрович, расскажите, пожалуйста, о своем почте. Книга под моим авторством с названием «Польский вопрос в русской общественно-политической мысли в 1930-е и начало 1860-х годов». В этой книге я рассказываю о общественной мысли и исторических взглядах и историческом пути общественных мыслителей на «Польский вопрос» между восстаниями 1830-х годов и 1660-х годов. Это время как раз показывает, как могло развиваться общественные мнения и общественные мысли России и общественных течений того времени по отношению к Польше, к полякам, к взаимопониманию наших народов между собой. Потому что восстание 1630-го года прошло, и что же было дальше, интересно было узнать. Как же именно развивались наши отношения, что думали русские люди и представители российского общества, различных течений, славянофилов, западников, герцог, также охранительные направления в лице Погодина. Что же они думали и как они видели будущее двух народов, о чем они представляли, и как они представляли себе будущее развития этих отношений, и как же мы сможем взаимодействовать, и какое взаимопонимание у нас будет. И заканчивается это периодом восстания, то есть именно до начала второго поиска восстания, январского, который был уже как бы рубежом в этих отношениях, и после этого наши взгляды, российские взгляды на это пошли по другому пути, иному. Здесь можно сказать только то, что единого какого-то плана действий не было, единой модели у русских исследователей, и как и западники славянофилы, они различные совершенно предлагали вещи, различные пути решения, потому что польский вопрос был всегда таким сложным, а тем более после восстания 30-го года уже все пошло по-новому, и русские как-то именно оказались в одной стране с поляками, как бы если экскурс такой сделать, что до этого практически не было, то есть польский народ был в составе России, и как именно им с ним взаимодействовать, и какими путями идти, это было очень проблематично, но в этот именно период именно исследования вот этого вопроса общественными деятелями было недостаточно, но тем оно интересно, потому что все интересуются действительно такими очень горячими периодами, именно самими восстаниями или какими-то такими спорами, а что же было в тихий период, такой незаметный, вроде миролюбивый, мирный такой промежуток времени, тем более Николаевское правление, когда вроде бы все было так тихо, и как бы подавлялись такие какие-то мысли и макомысли, и при этом что же могли русские представить? Ну, в целом можно сказать, что они имели свои точки зрения, можно их разделить на несколько частей, о чем же действительно русские думали, когда они будут жить вместе с поляками, какой дальнейший путь, потому что никто не думал, что они смогут отделиться и когда-то создать независимую вновь какую-то суверенную Польшу, и поэтому как славянофилы, так и западники, они считали, что полякам надо подружиться с русскими, но о какой-то ассимиляции или русификации вот в данный период, до 1863 года, речь не шла, то есть они все равно в основном были все за автономию в пределах России. Второй вопрос, это вопрос восточно-славянских территорий, то есть наших восточных слован белорусов и украинцев, ну и также литовские территории, как мы могли поделить, то есть русские тех времен, как они поделили их с поляками, потому что это были спорные территории, русские считали, сейчас это, конечно, в связи с событием, но крайне очень актуально, и так говорить про это надо осторожно, но тогда же считали, что это, по крайней мере, в русский ареал входит, в земли русского влияния и братские, такие практически русские народы, хоть они и были каким-то другим языком, или все равно отличия были, но тогда они значительные, и как раз вот русские мыслители считали всех православными, хотя, конечно, там были оговорки, они были униатами, католиками и так далее, но при этом отдавать полякам и считать, что это польские земли, конечно, никто из русских не хотел, даже тот же Герцен, который говорят, что он был во всем шел на поводу у поляков, был на их стороне, поддерживал их все равно в этом вопросе, он с поляками спорил, не соглашался даже со своими оппонентами, он считал, что эти земли должны быть или отделены и от Польши, и от России, если при определенных условиях, когда-нибудь Польша отделится от России, станет независимой, или они должны выбрать сами голосованием, то есть такой вот вариант, кажется, такой сейчас очень романтический, такие грезы, мечтания, как бы это они сделали, неизвестно, они не уточняют, но он считал, что можно провести такое голосование, при котором жители этих земель, эти народы выберут, с кем же им остаться, с Польшей или с Россией, но Россией и Польшей он считал не той царской и аристократической, а вот именно с обновленной Польшей, с новой народной и с новой демократической Россией, которая сбросит в самодержаве. И в этом плане получается, что все равно русификации поляков не хотели, представители общественной мысли, также и какой-то определенной русификации населения западных губерний, также тогда не планировалось, по крайней мере открыто. Третий вопрос, можно сказать, это возможности, какие были прогнозы у русских, какая была возможность повторения Польского восстания после 30-го года, думали ли они об этом, предполагали, чувствовали ли что-то. Исходя из того, что я изучил из источников литературы, я понял, что русские, как таковые, в основном даже самые передовые представители, не могли представить до начала 60-х годов, что поляки вообще когда-то устроят еще какое-то восстание, смогут его поднять и будут противостоять вооруженно против России. Они думали, что все равно все эти притязания на независимость уже в прошлом, что ничего этого не повторится, и находили очень много доводов своим точкам зрения, как Погодин, так и Аксаков, различные деятели различных лагерей, которые с друг другом спорили, но в этом они были с чем-то схожи. И Герцин тоже, по крайней мере до конца 50-х годов, не думал, не предполагал, что поляки смогут вот так восстать, организовать такое движение, создать практически свое правительство, что мы наблюдаем в 63-64-х годах. Он думал, что поляки будут, ну конечно, противиться России, но не до такой степени, когда он на Западе, в Лондоне, в других городах, когда он встречался с представителями польских постанцев, именно в 30-х годах, знаменитой польской миграции, друзей Черторыйского, с самим Черторыйским и с другими шляхтичами, встречался с Мицкевичем, он говорил, что эти поляки революцию уже не устроят, то есть он видел, что и они не способны уже на такие действия активные, и что будет в будущем, он тоже не мог предположить, считал, что все будет довольно мирно. Но с начала 60-х годов ситуация меняется, и поэтому он чувствует, что может быть какое-то восстание, но как и что, и какое будет участие русских, и надо ли русским помогать, в этом полякам, он не может сказать. В 62-м году его уже информируют, он чувствует вот это движение на Западе, в западных странах относительно польского дела, польского движения, и он видит, что и восстание может быть неизбежным, но какие-то его грани восстания, масштаб он не может предположить, и поляки использовали в какой-то степени его для того, чтобы показать и поддержку Герцена, то есть такого в то время известного общественного деятеля, автора колокола всем известного, полярной звезды, и в России он пользовался популярностью показать, что вот он на стороне польского движения. Но хоть Герцен и был в таких вот сомнениях, и мог им помочь, он мог их поддержать, но все равно с большими оговорками, и он понимал, что в России русские не поднимутся на какую-то поддержку Польши. А из-за того, что он был против Александра Второго, против политики самодержавия, он все равно в итоге склонялся на то, что поляки должны как-то сопротивляться этому, но свою поддержку оказать он все-таки не решался. Но когда разразилось восстание, ему просто был такой целеустремленный человек, и ему ничего не оставалось, как действительно поддержать и связаться в будущие события. Но до 62-го, начале 63-го, он еще колебался. Я считаю, что надо развиваться, потому что в наших отношениях и в самом отношении и понимании поляков русскими далеко не поставлена точка. И то, что мы сейчас о них думаем, и то, что русские думали и в советский период о них, и как их воспринимали, и как мы хотели с ними дружить, или наоборот, враждовать, это постоянно надо исследовать, чтобы понять, куда нам двигаться, и как двигаться дальше. Если мы ищем с ними сюда какие-то точки соприкосновения, как-то многие хотят подружиться, и как-то с ними быть в хороших отношениях, как-то сотрудничать, то надо решить с самим россиянам, так скажем, на данном этапе русским, с кем мы из поляков, с какими поляками мы хотим дружить, а с какими нет, какая Польша устроит самих русских. И какие есть силы или движения в Польше, и какие были в то время. Допустим, кто-то был в 19 веке, как какая-то русская партия, до военной Польши была компартия, хоть с какими оговорками, она была на стороне СССР, Советского Союза, с советской компартией. И как сейчас, кто из поляков может быть на стороне России, на кого можно опереться? И готовы ли действительно русские сейчас кого-то поддержать в Польше, а не просто постоянно критиковать, как-то разрывать отношения, или считать, развивать такой стереотип, что поляки никогда нам братьями вроде как такими не были, и предавали, или, как говорят, что-то все время только на восстание способствует. Нет, у нас же были всегда и добрососедские отношения, и были среди поляков те, кто поддерживал русских на определенных этапах, и были русские, которые дружили с поляками, или лично, или по каким-то взглядам общественным, по-политическим, и нельзя это сбрасывать со счетов, а как-то это использовать, чтобы это было во благо и обществу, и российскому, и польскому. Спасибо вам за это, Георгий Александрович, надеемся еще увидеть вас у нас в гостях в издательстве. Спасибо. Также хотелось поблагодарить издательство «Нестор История» за предоставление возможности издания моей книги, моего труда, и всего хорошего. До свидания.